Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого, Сергеем Поярковым, тот художник, который можно увидеть каждого, и я расскажу вам сейчас правду. Не ту официальную версию, которую озвучивают по всем каналам проигравшие политики, а то, что произошло на самом деле. В Древнем Риме, идя на смерть, легионеры говорили, Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя. Так вот, в этот раз идущие нахрен поприветствовали императора, который тоже пошел нахрен вместе с ними. Итак, это выборы, которые громко и проиграли все. Все постарались сделать вид, что этого не произошло, но это проигрыш абсолютно всех политических сил на местных выборах. Потому что эти выборы выиграли местные элиты, чуть позже подробнее по партиям, а сейчас суть того, что произошло. На самом деле, на этих выборах уже не мешки с деньгами, не местные князьки гонялись за политическими партиями, чтобы купить себе место. В этот раз все произошло прямо наоборот. В этот раз местные князьки, благодаря закону самоуправления, который вступил в силу достаточно давно, они уже банковали. Это за ними стояли в очередь политические партии и предлагали им всяческие брога. А местные ресурсные люди, там старые мэры, вот те, кто на местах, они уже перебирали этими партиями. И они требовали, это был бенефис местных царьков и местных феодалов. Это они выиграли на этих местных выборах, проиграли все, без исключения, политические партии. Конечно, они проиграли в разной степени, но представьте себе, вот местный, вот сидящий на земле чиновник, он говорил, все мои люди зайдут со мной в выигравшую команду, а вы, политическая партия, чей флаг я беру, не будете принимать, в этом участие не нравится. Я возьму флаг вашего конкурента и он запишет мою победу себе в актив. Это он получит меня медальку победы на выборах. И за ними, поджав хвост и поскуливая, бежали толпой политические партии. До сих пор все было наоборот, а теперь попунктно. Конечно, больше всего провтыкали, но это слуга народу и голос, потому что, ну, голоса там вообще не видно, не слышно, но слугобордые, они получили на самом деле людей, которые им не подконтрольны. Вот их, вот эти выигравшие выборы, которые от слуги народа, они перестанут на местах брать трубку, когда им будут звонить из Киева, ровно на следующий день после вступления в должность. Они это объявили на старте, они сказали сразу, что мы вам подчиняться и выполнять ваши приказы не будем. Мы будем слушать ваши просьбы и рассматривать, но иллюзию, что вы нам будете спускать сверху, даже не питайте. Смотрите, конечно, судя по результату, нельзя назвать победой ни результат ОПЗЖ, ни результат ЕС, ни свободы, ни Юли. Потому что то, что они набрали, ну, честно говоря, это все-таки системные партии, которые достаточно давно на политическом рынке, они все набрали троекратно, двукратно меньше желаемого. Они набрали намного ниже того минимума, на который рассчитывали, чтобы всех этих сил не сработали качественно, потому что они не предложили избирателю ровно ничего нового и ничего интересного, потому что штабы высшеперечисленных сил забыли главный маркетологический принцип, потому что все маркетологи и все политтехнологи вслед за маркетологами знают what people gonna buy. People are always buying fresh and new. Ничего fresh and new, fresh это свежее, new это новое по-английски, нам не предложили. Людям было нечего купить ни свежего, ни нового на этих выборах, поэтому все легионы, всех политических партий вместе с этим недоделанным полуцезарем пошли на выборах нахрен. Победы не получил никто. А то, что сейчас продолжается позиционная война на местах, послушайте, так я вам скажу, как есть на самом деле. Если Майбах, то есть за майбутнее, получили где-то мэра города, который завел свою команду, никакого отношения к управлению этим городом и к этой команде Майбах не имеет. Кстати, то же самое попроисходило у всех политических сил. Вот просто, хотя, конечно, вот системные, вот эти вот давно стоящие на рынке, такие как ЕС, такие как Батьковщина, то есть с лидерами, у которых и так были контакты с местными элитами, сложившиеся давно, десятилетиями, они пострадали в меньшей степени, но все политические силы услышали в разной форме от местных элит, то пошли вы нахрен, то есть кому-то это сказали в лобешник прямым текстом, да, а кому-то это сказали в очень вежливой форме, то есть старым политическим уже устоявшимся партиям местной элиты, они сказали как бы, ваше благородие, вы бы, знаете, очень вежливо, в приятной для вас форме, да, как бы не прошлись бы вы, в самом лучшем смысле этого слова, как бы нахрен и недалеко, и со всем комфортом, который мы вам можем предоставить, но закон о местном самоопределении у нас, вот то, что уже было принято, слава богу при Порошенко, это все-таки приняли, да, они почувствовали свою власть, они почувствовали там и Ключко, и Филатов, там и Кернис, и Садовой, что они могут на своей земле решать вопросы сами, без помощи центра, и как только они продемонстрировали все, а многие, кто победили в первом туре, смотрите, я еще раз говорю, если бы Кличко не вышел победителем в первом туре, он бы минимум показал результат Филатова, то, что этого не сделал Кличко, это сделал Филатову, Кличко был бы тот же результат, не выигран первый тур, это за 80% поддержки, и вот это прекрасный результат, теперь Вовочка, этот политический нищеброд и выкидыш украинской политики, он теперь не может сказать, оце мы не підтримало 73%, да, да, слухайте, это же я, ваша обнюханная бубочка, да, на выборах все прекрасно, да, мы победили, страна процветает, всем будем выплачивать, да, кокаин качественный завозят в страну, самый хороший, да, мы проверяли такого качественного кокса, как при мне в страну не завозили никогда. Когда я вижу выступление из Лесского, я понимаю, что мальчик находится в иллюзиях, его водят как теленка от пункта назначения к пункту назначения, где он выступает, несет какую-то хрень, я думаю, вот я же вам рассказал очевидные вещи, которые, ну, как бы все знают, но не все озвучивают. Трагедия страны в том, друзья мои, что вот то, что знаю я и знают все, ну, как бы в политике, а теперь еще и знаете вы, этого ни ухом, ни рылом даже не слыхало это недоразумение, которое с дуру оказалось, с электорального дуру оказалось временно и позорно нашим президентам. Поэтому распространяйте мое видео через соцсети и лично, вот заставляйте поклонников этого зеленого убожества смотреть. Я для них даже маечку зеленую одел, чтобы им легче на глаз ложилось. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте, и я уверен, что за нами не заржавеет. Жареет.